Урбан. Программа о городских проектах. Видеотрансляцию на нашем канале на Ютубе. И ВКонтакте стрим. Нет? Мы немного поменяли, потому что ВКонтакте очень плохое качество звука. Но ссылка на наш канал на Ютубе есть в нашей группе во ВКонтакте. Вы там можете посмотреть все. А в Ютубе все хорошо пошло? А в Ютубе эфирный звук, поэтому проблемы нет. И даже пошли комментарии. Очень хорошо. Но вот еще раз надо сказать, что в студии Дарьи Топузлеева и Светлана Занько. Я нас не представила. Урбан. Как сделать наш город лучше? Слушайте Урбан. Программу о городских проектах. Каждые две недели по средам в 11.06. Сделаем наш город лучше вместе с системой «Глобус». Хорошо, когда у программы есть партнеры, и мы нашего партнера благодарим. Продолжаем разговор действительно о подготовке к 650-летию. Как мы обещали вам, слушатели, в первом часе, мы открываем интерактив. 211-101, номер телефона прямого эфира. В студии Илья Шульгин, глава администрации города Кирова. Я попросила нашего редактора Володю Сметанина делать предварительную премодерацию. И поэтому вопросы типа лампочки в подъезде и лавочки там, да, и урны мы будем отметать. Вы на нас не обижайтесь. Давайте мы с вами обсудим, какие глобальные такие перемены вы хотели бы увидеть в городе. Ваши предложения, прежде всего, мы хотим услышать, действительно, Игорь Васильев, когда уходил, сказал, хорошо бы вот сейчас прям получить уже первый отклик, да, чего ожидают кировчане, на что они обращают наше внимание, какой такой наказ дают властям, над чем бы поработать, да. 211-101. У нас есть звонок? Нет, ага, 211-101. Тогда продолжаем. Илья Вячеславович, вы с собой взяли, вот я вижу, большую распечатку именно тех проектов, которые вы уже сейчас в ходе рабочих встреч по подготовке к юбилею города обсуждаете. Давайте перечислим некоторые из них и опишем их, и суммы, может быть, назовем. Ну, я могу... В первой части мы вот озвучивали, что всего там набралось на 120 миллиардов различных потребностей, которые в городе сегодня есть. Мы подошли, ну вот, получив поручение губернатора еще в начале лета готовить все эти вещи, мы сразу поняли вот этот посыл, что давайте мы не будем обсуждать сейчас какие-то там праздничные гуляния, салюты и все остальное, потому что это, само собой, подразумевается. Ну, и это организовать просто, и на это не нужно. Сегодня там как-то глубоко, может быть, планировать, потому что это, ну, такая... Там горизонт планирования такой довольно узкий. За полгода можно все подготовить. Если говорить о серьезных преобразованиях именно городских, то мы, ну, понятно, разбили их на... По отраслям. Что нужно сделать? То есть, какие проблемы беспокоят граждан? Ну, понятно, что у нас в штопе это дороги и тротуары, и поэтому это, наверное, самый большой, самый емкий раздел по... По этому документу. И если говорить о комплексном развитии дорожно-транспортной сети, то, в принципе, тех потребностей, которые сегодня у города есть, мы взяли очень просто. Есть уже сегодня планировочные решения, есть уже сегодня, понятно, какие направления необходимо развивать, есть давно уже назревшие потребности в западном обходе, который там в свое время был запроектирован, есть потребность в различных развязках, в дублерах и так далее. И всего этого мы насчитали по всем районам города на 45 миллиардов рублей. Это касается развития дорожно-транспортной сети. И понимаете, вот будет у нас 650-летие, не будет у нас 150-летие, эта проблема, она вот есть и будет до тех пор, пока мы ее не решим. Поэтому чуть быстрее, чуть, может быть, длиннее, но, тем не менее, по этому пути мы обязаны пройти и все эти вещи сделать. Поэтому вот независимый Игорь Владимирович сказал, что нам необходимо сегодня понимать, как мы можем попасть в те или иные федеральные целевые программы. Потому что вот к вопросу прозвучало в первой части там, а вот вы уверены, что у нас будут деньги? А вот деньги, деньги, деньги. Понимаете, деньги-то сегодня, может быть, в стране-то их не так много. Вопрос не в этом. Самое главное, что вот мы видим уже сегодня, это то, что в нашей стране созданы механизмы, позволяющие нам без денег через государственное частное партнерство, через различные механизмы инвестиционного привлечения средств выходить на те или иные проекты. И если это касается дорог, то тут есть большое количество, ну вот в одной из ФЦП мы сейчас находимся, это БКД, безопасные и качественные дороги. Кроме этого, есть другие механизмы. Сегодня они все рассматриваются, мы смотрим, глубокая работа по этому поводу проводится. Это что касается дорог. Дальше мы посмотрели, ну что еще может так близко беспокоить наших горожан. Конечно, это дети, это отрасль образования. Здесь тоже, слава богу, у нас есть и понимание, и сегодня вот уже есть конкретные результаты. То есть, ну, школа Виново построена, сдана, школа Воронцево построена, сдана. Есть дальше план на дальнейшее строительство школ. Есть места, где в первую очередь это планируется. Понятны бюджеты, есть проекты. Если их сейчас прям нет, то они прямо сейчас готовятся и проходят экспертизу. Вот из последних, так скажем, успехов, которые действительно радуют и которыми можно, так скажем, поделиться радостью, это то, что была большая работа проведена между правительством и администрацией города и сдвинули на год раньше строительство школы в Чистых прудах, например. Если раньше мы рассматривали период строительства 2019-2020 год, то сейчас мы уверенно говорим о том, что это строительство 2018-2019 год и 1 сентября 2019 года мы планируем, что школьники в Чистых прудах пойдут в новую школу. Поэтому здесь вот такие вот ежедневные наши, пусть небольшие победы, или большие победы, ну кому как говорится, они вот вселяют уверенность, что у нас и в этой программе тоже получится добиться успеха. Там тоже федеральное финансирование? Там федеральное финансирование. Кроме этого мы сейчас прорабатываем вопрос изменения нормативки таким образом, чтобы все-таки при комплексной застройке микрорайона, чтобы перевести какую-то часть хотя бы детских садов и школ перевести в инвестиционную составляющую застройщиков. То есть это тоже такая серьезная задача, и в принципе во многих регионах она решена. Поэтому здесь вот я говорю, тут комплексный подход, который позволяет нам рассчитывать на то, что у нас успехи в этом плане будут. Дальше, если смотреть, то вот давно уже витает идея, и Игорь Владимирович постоянно вот к ней возвращается. Это идея того, что у нас город, к сожалению, пока выпадает из графика посещения звезд первой величины. Культурная составляющая? Культурная составляющая. У нас, к сожалению, событийная сетка такая, она, ну, я считаю, что она не соответствует реальному масштабу нашего города. И хотелось бы, чтобы вот, и понятно, что и Большой театр, может быть, чтобы с гастролями приехал, и цирк Диусалей. Ну, бесконечно можно тут, на самом деле, перечислять различные коллективы, которые хотелось бы сюда, чтобы они имели возможность здесь выступать, но у нас просто нет площадки, к сожалению. Это большая задача, и в Минкульте есть соответствующие программы, в которые мы сегодня активно включаемся. То есть, в принципе, вот эти 120 миллиардов сейчас задача просто расписать по федеральным программам, чтобы, да, понятно, что сразу никто денег не даст. Но у нас есть время пока, у нас есть впереди 5 лет, и многие города уже по этому пути прошли. Ну, это и уже всем известный там Казань, это и Уфа, которая в свое время тоже там у них было событие, 45 лет присоединения Башкирии к России, они этим воспользовались, и тоже были большие преобразования в городе. Масса городов тут можно перечислять довольно долго. Самое главное, что вот воспитать в себе уверенность в том, что мы занимаемся тем, что необходимо. Если говорить о развитии дорожной сети, то параллельно сразу выскакивает проблема тротуаров, и она нас угодит в сторону того, что нам нужно развивать общественные зоны. И дальше уже мы переходим на парки и скверы. А здесь уже есть федеральная целевая программа «Комфортная городская среда». Плюс к этому мы вот хотим эту тему гораздо шире развить, вот через наше благоустройство оврагов засора. И дальше, если вот опять же географически спускаться, то мы начинаем прогулку, условно говоря, там по Октябрьскому проспекту, который требует благоустройства, это очевидно. Дальше уходим на овраги засора, двигаемся до Трифонового монастыря, большая зона, где нужно поработать. И от Трифонового монастыря уже неподалеку и вересники, и вот о которых говорил Игорь Владимирович, то есть тоже такая большая территория, которая требует приложения рук. Мы сейчас прервемся здесь, примем звонок от слушателей, у нас будут дополнительные вопросы как раз и по оврагам, и по вересникам. Но сначала слушатель, 211-101. Алло, добрый день. Добрый день, Надежда. Да, пожалуйста, Надежда, вы скажете. Вот я насчет чистых прудов хочу спросить, почему там нет поликлиники отдельного здания, центр досуга, там много молодежи, негде проводить время, и пожарного депо нет. Надежда, вы живете в чистых прудах? Ну да, рядом тут. А сами вы, у вас, сколько вам лет, Надежда? Зачем это? Ну, мне просто интересно, вы говорите, центр досуга для молодежи, а центр досуга для 30-летних, 40-летних, 60-летних есть в чистых прудах? Так это для всех? Для всех. Вот все-таки я их хочу уточнить. Да, Надежда, спасибо. Мы вас поняли. У меня просто просьба к слушателям. Давайте мы будем начинать не с претензий, а с предложения. То есть можно сформулировать по чистым прудам следующее предложение о том, что крайне необходимо, пожалуйста, давайте мы это включим и сделаем. Необходим не просто детский садик, а поликлиника, кстати, в чистых прудах открывалась, но, может быть, небольшая в отдельном здании. Но очень нужен центр досуга, чтобы молодежь... А что собой вообще центр досуга представляет? Чтобы время проводить, сказала Надежда. Не знаю, давай мы отделим программы про центр досуга. Ну, пожалуйста, для практикум, для 50+. Центр досуга великолепный, хороший образец. Итак, поликлиника, пожарный водопой, было сказано, и центр досуга в чистых прудах. Так, ну, давайте последовательно. То есть если говорить о поликлинике, то, во-первых, насколько я знаю, есть в планах открыть кабинет общей практики, там небольшую поликлинику, и над этим Министерство здравоохранения работает. Если говорить о развитии вообще социально-культурной инфраструктуры микрорайона чистой пруды, то я могу сказать, что вот как раз в нашей программе мы заложили немалые средства для того, чтобы в каждом из наших таких больших районов открылись объекты спортивной инфраструктуры, различные площадки, фоки, бассейны, с бассейнами, без бассейна там и так далее. И, конечно, большое внимание уделяется развитию именно социально-культурной инфраструктуры, но прежде всего обращается внимание на то, что у нас сегодня востребовано, и, к сожалению, большой дефицит. Это, ну, назовем их общим словом, это школы искусств. То есть там, где дети могут получать дополнительное образование музыкальное, хореографическое, вокальное, художественное и так далее. И по этому поводу у нас есть и ближайшие планы, и по этому поводу у нас есть, так скажем, понимание, сколько и где это нужно сделать. Озвучите, пожалуйста, Илья Вячеславович, потому что пока что в каждом большом районе культурный центр, спортплощадка и бассейн, я не очень понимаю, будет ли на новой зелени это, в районе УЦМ, в районе Филейки, Чистые пруды, Солнечный берег. Что конкретно они планируют, вы планируете дать этим районам? Ну, я могу сказать вот конкретно по Чистым прудам, что там планируются, значит, школы искусств. Ну, это, опять же, понимаете, вот не хотелось бы, чтобы это было воспринято, как вот вы сказали, и вот почему в следующем году этого нет. То есть вот, например, развитие сферы культуры. Предлагается строиться трех школ искусств в новых микрорайонах, в Урванцево, в Чистых прудах и в Колобовщине, это Нововятский район. То есть вот, кроме этого, есть планы, существующие здания в центре, тоже преобразовать вот в эти детские культурные учреждения. Сегодня мы с правительством ведем разговор о том, чтобы на Карла Макса 28, и в бывшем роддоме на Приморожанской эти два здания красивых в центральной части, чтобы их преобразовать именно вот под такие учреждения. И это наши, так скажем, ну, серьезные ближние планы. Сегодня мы это обсуждаем. Пока стоят острые имущественные вопросы, но это, я думаю, что это все преодолимо. Пока имея заявку, мы на это подали в правительство. Там это все серьезно рассматривается, предварительные разговоры проведены. То есть это, ну, такая вот, я думаю, что это... Правительство какое? Ну, наше областное, конечно. Вот, если говорить в дальнейшем о площадке для приезда звезд в Первую Венчину, то тоже мы смотрим, где это можно разместить. Это уже касается не только Читрепрудов, а это касается, ну, в целом нашего города. Какие площадки рассматриваются? Ну, так скажем, разные площадки рассматриваются. Пока вот у нас по земле, видите, в центре города у нас с землей есть определенные вопросы. То есть не так много ее свободно есть и много участков в частной собственности. Поэтому сегодня у нас диалог как внутри муниципалитета, как диалог с правительством, где есть какая-то областная земля, так и разговор с частными, так скажем, инвесторами, с интересантами, которые, имея площадки, например, могли бы войти в инвестпроект строительства такого культурного объекта. Ну, я говорю, это пока мы в самом начале пути. Поэтому говорить о том, что вот будет вот так, а здесь будет вот так, это, ну, я не хочу, чтобы мои слова прозвучали как некое там твердое обещание. Я хотел бы просто, чтобы было после нашего сегодняшнего эфира понимание, что этот вопрос в серьезной разработке. И по этому пути мы будем двигаться до тех пор, пока вот, как говорится, не достигнем определенного консенсуса. Потому что все равно у нас впереди и Орбан Форум, который, я надеюсь, даже уверен, что он станет ежегодным. И вот в этом году мы проводим первый, а, возможно, история нам покажет, что мы проводим уже там 10-й, 15-й и так далее. Если говорить о вообще преобразованиях в нашем городе, вот в соответствии с программой Кирилл-650, то я уверен, что у нас будут самые широкие общественные обсуждения, чтобы был услышан каждый. И это же завязано еще на том, что вот ни для кого не секрет, что мы сейчас стоим на пороге разработки нового генплана, а там общественные слушания – это неоценимая часть этой работы. Поэтому здесь, в принципе, это все будет очень серьезно обсуждаться и места, где это должно будет быть построено. Это и непосредственно архитектурный облик этих объектов и так далее. То есть здесь самый серьезный подход будет. У нас есть вопрос от слушателя, и он связан с общественными пространствами, в том числе, а конкретно будет касаться зеленых зон. Слушательница задает, это даже не вопрос, а предложение, оно касается частности, но выведет нас на более крупную тему по озеленению. Она говорит, что необходимо, она считает, что необходимо на территорию области восстановить собственные питомники по деревьям и кустарникам, потому что переживает, что плохо переживаются у нас саженцы. Я ее очень хорошо понимаю. Во-первых, мы видим качество саженцев, которые в последние десятилетия у нас высаживались. Мы знаем это, мы об этом говорили уже в этом фильме. Весенний случай, когда все саженцы оказались в прохладе. То есть я думаю, что вопрос касается качества озеленения в нашем городе. И вот тут хотелось бы понять, какие у нас планы, вот в рамках этого проекта 650-летия конкретные, может быть, конкретные объекты, конкретные задачи по парковой культуре у нас поставлены. Задача поставлена самой конкретной, потому что даже опыт работы над парком Кочевским показал, что у нас есть определенные в этой отрасли серьезные проблемы, потому что на территории Кировской области качественного посадочного материала можно сказать, что и не найти. Меня многие знакомые с этой темой, люди могут критиковать, что там надо было лучше искать. Наверное. Нет, их нет. У нас нет питомников серьезно. Нет, понимаете, я вот недавно посещал один питомник, мне сказали, что у нас все есть, пожалуйста. Ягодные. Мы знаем. Да. Вы рассказывали у нас в эфире. Да, да, да. И оказалось, что там что-то есть, но в целом, как бы так, глобально смотреть, то нет. Потому что серьезные питомники, они немножко по-другому выглядят, во-первых. Во-вторых, ну это я без критики, я просто, как констатация факта. Понятно, что люди занимаются разведением больше фруктовых каких-то вещей для садоводов. Вот, если говорить о серьезной именно муниципальной работе, то понятно, что нам необходим питомник, с одной стороны. С другой стороны, как, так скажем, ну есть другие, более насущные задачи, которые нужно решать. Ну, по конце концов, питомники это бизнес. Есть такие чем заниматься, а питомники как бизнес, они есть. Здесь вот буквально в эти выходные мы с группой депутатов и от администрации высаживали в парке Кирова взамен спиленных деревьев, высаживали новые саженцы. Из Тверского питомника, насколько я помню. Из Тверского питомника, совершенно верно. И было много критики, почему, как так можно было купить деревья в Тверском питомнике. Да, я могу сказать, что, во-первых, это конкурсная процедура по 44 МФЗ, вот, и заявился Тверской питомник. Они выиграли по цене, они выиграли по качеству. Я могу сказать, что качество посадочного материала очень высокое. Это можно будет посмотреть, кому интересно сходить в парк и посмотреть, какие клёны мы высадили, какие голубые ели. То есть это все, я надеюсь, благополучно приживется. И наша дирекция зелёного хозяйства этим будет внимательно следить. То есть, в принципе, есть питомники. В Татарстане есть новый питомник, совершенно уникальный. В Сабинском районе это, по большому счёту, не питомник, а завод по производству деревьев. То есть давайте пользоваться тем, что есть в округе. А что касается города, новые зоны озеленения, может быть, разработана сеть скверов и парков. Как это должно выглядеть? Что в программе заложено? Понимаете, вот сегодня, говорить о том, что у нас запланировано строительство таких парков, как Версаль, Петродворец и так далее, такого нет. То есть сегодня мы работаем, как говорится, немножко, так скажем, отталкиваясь от городских проблем. То есть очевидно, что нам вот здесь мы выпилили, здесь нужно немножко посадить. Пока это, к сожалению, работает такого уровня. В дальнейшем, вот наш, так скажем, первый пилотный проект, я уверен, что он, я надеюсь, что он получится удачным, это Кочеродский парк. Потому что там вот та часть, где прошли преобразования, дорожки, сцены там и так далее, во-первых, сейчас нужно закончить ливневую канализацию сделать, это один момент, влагу отвезти. Второе, это все-таки посадить крупные меры, по примеру тех, которые мы из Тверской области получили, чтобы сразу у горожан получился парк. Чтобы мы не ждали, что вот эти вот маленькие прутики, которые вы высадили, ждать 10 лет, пока это во что-то оформится. То есть есть общемировая практика. Да, Илья Вячеславович, это все-таки преобразование существующих зон. Я просто, мне кажется, что здесь уже можно привести в пример, но, может быть, это просто только были какие-то такие внеплановые сообщения. Ведь расчистка реки Хлыновки и Ежовский озерно-родниковый комплекс – это зеленая зона, которая сейчас выглядит просто как стихийное бедствие. А судя по тем шагам, которые предпринимает администрация, объявлен конкурс, создана документация на расчистку реки. Вот эта большая серьезная парковая зона, я возвращаю нас в этой истории, которую вы начали нам здесь освещать. Это цепочка оврагов, это Трифонов монастырь Ежовско-озерный родниковый комплекс. Для того, чтобы это не звучало просто как слова мечтателей, все-таки у нас заложена эта история в проекты или нет? Эта история заложена, но вот, понимаете, я же сказал, что это документ, в котором мы отталкиваемся от насущных проблем. Ну, прежде всего, это дорожно-транспортная сеть и какие-то такие объекты, которые можно посчитать, так скажем, ну, либо методом аналогов, либо там у нас уже есть какая-то документация. У нас в городе, вот давайте так, у нас в городе уже есть определенное количество и немаленьких парковых зон. И они прекрасны сами по себе, они потому что каждый уникален. Кочевский парк по-своему, Гагаринский по-своему, Кировский по-своему. И можно переследить их довольно долго. Над ними необходимо поработать. И вот планы такой работы, они есть. Если говорить о создании новых зеленых зон, то это, безусловно, вот то, что вы сказали, это овраги за 40, которые нужно превратить в комфортную пешеходную зону. И они сами по себе зелены сегодня, но они зелены, так скажем, своими дикими зарослями, в которые страшно не то что заходить, смотреть. Поэтому здесь, опять же, огромное поле для работы ландшафтников. У нас ни эскизных проектов пока ничего нет. И я надеюсь, что вот эту работу мы как раз запустим вот... На урбан-форуме. В том числе на урбан-форуме. Потому что, на самом деле, это работа с огромными общественными пространствами, которые в натуре сегодня у нас уже есть. И мы видим в натуре, как они выглядят. И мы понимаем, как они должны выглядеть. Ну вот, исходя из каких-то своих представлений о прекрасном. То есть, мировые различные примеры, и мировые, и российские показывают, что это можно сделать при современных технологиях довольно быстро. Все мы помним историю Парка Заряди. Его сделали буквально за какое-то небольшое время. Вот это все-таки история. У нас все равно сейчас скептически настроены слушатели, будут спрашивать. Но опять они мечтают. Все-таки история про засору и про ежовский комплекс. Это тоже история с попаданием федеральной программы или мы ищем инвесторов? Это история с попаданием, прежде всего, федеральной программы. Потому что есть программа федеральной очистки малых рек, есть программа дно углубления берега укрепления, есть программа обустройства общественных территорий. И на сегодняшний день, в принципе, если говорить о ежовском родниковом комплексе, то это, так скажем, неотъемлемая часть вересников, так скажем, верхняя его часть. И тут уже начинается инвестиционная история, потому что, по большому счету, у нас сами вересники, если вот, так скажем, убрать все лишнее, это огромная, прекрасная площадка для различных, так скажем, решений именно вот в области построения парковых зон. Потому что, во-первых, очевидно, что необходимо делать красивую набережную, которая будет длиться не один километр, потому что фактически она будет начинаться от улицы Престанской и заканчиваться практически в районе Солнечного берега. Из всего этого я могу бы сейчас сделать вывод, что у нас пока нет единой концепции утвержденной развития скверов и парков в городе Кирове. Как должна выглядеть эта сеть? Но работа над ней будет вестись? Работа будет вестись, потому что, ну, я говорю, сегодня мы в самом начале пути, и не нужно воспринимать тот документ, который сегодня озвучен, там, 120 миллиардов. Ну, вот скептики, они так и скажут, ну, понятно, придумали себе 120 миллиардов, ничего не сделают, запустят салют, и после этого разойдемся, там, ну, в общем, как-то вот так. Понимаете, дорога селит идущий, и я вот, ну, часто вспоминаю, вот, мировые, так скажем, известные, вот это даже, я думаю, что многие слышали эту фразу Мартина Лютера Кинга, когда он начинает свою речь со слов «I have a dream», я вижу мечту, она у меня есть. То есть, понимаете, вот с этого нужно начать, и глубоко убежден в том, что у нас все получится. Если подходить скептически, денег нет там и так далее, я это много раз слышал, и, честно сказать, я вот не очень понимаю позицию таких людей, потому что, ну, нет денег, и что теперь, ну, все, давайте, вот, и все на этом прекратим. У нас впереди очень много интересных вещей, на самом деле. Мы должны будем сейчас прерваться на рекламу, но я телефонный звонок предлагаю тебе, наконец-то, да, Володя Светалин говорит. Привите, пожалуйста, давайте мы примем телефонный звонок, а ответим на него после перерыва. Алло, добрый день. Да, здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста, и высказывайтесь. Вадим. Вадим, пожалуйста. Предлагаю, в общем, такая мысль есть, что вот у нас как-то чемпионат мира прошел по футболу, а у нас вот в Кирове вообще профессиональный спорт на каком-то зачаточном уровне, и все хуже и хуже все становится. Как бы вот хотелось, чтобы через 5-10 лет что-то появилось такое масштабное или как-то. Понятно, что это не деньги бюджета будут, а как-то привлекать инвесторов, спонсоров, заинтересовывать их. Нет, давайте, Вадим, нет, это не предложение. Как-то бы хотелось, чтобы через 10 лет что-то появилось. Конкретно, чего вы хотите? Нам нужны профессиональные спортивные клубы. Подожди, нет, мало ли. Я хочу профессиональный спортивный клуб по метанию этих, по толканию шаров или еще чего-нибудь. Вадим, конкретно о чем вы говорите? Ну, о профессиональных спортивных клубах, да, то есть баскетбол, футбол и что-то, такие массовые были виды спорта, которые, то есть... Массовые, профессиональные. Мопулярные. Спасибо, Вадим. Давайте мы сейчас прервемся на полторы минуты. И все-таки я бы этот вопрос отнесла к ведомству скорее региональных властей. Но, возможно, Илья Вячеславович другого мнения после перерыва обсудим. Илья Шульгин, глава администрации города Кирова. Мы продолжаем разговор о планах на 650-летие, то есть мы не говорим про празднование, мы говорим про тот, какой путь мы должны пройти, какие проекты могут быть включены в развитие города, именно, да, в планы развития города. И был вопрос от нашего слушателя Вадима до перерыва, который меня, конечно, сразу возмутил. У Светланы сложные взаимоотношения с профессиональными спортивными клубами. В общем, и все знаете, я об этом говорила заранее, я считаю, что мы катастрофически неправы в том, что мы продолжаем финансировать там Родину, что мы ищем деньги на вот эти конкретные сейчас в этом состоянии существующие команды. Эти деньги можно было бы с большей пользой использовать на развитие и детского, и массового спорта, и вообще городской инфраструктуры в смысле спортивных объектов. Это мое частное мнение, то, что говорят про профессиональный спорт, действительно, очень часто нам звонят и говорят, хорошо бы, только уже не знают чего. Ты видишь, насколько размытым был вопрос, Даша, Вадима? А потому что у нас не осталось ни хоккея с мячом, ни хоккея с шайбой, ни футбола, ни баскетбола толком. Очевидно, что людям хочется чем-то гордиться, гордиться спортивными достижениями. Людям хочется куда-то ходить, людям нужно место, куда они все вместе, и старший, и маленький, и бизнесмен, и дворник, куда все будут приходить. Спорт это то, что объединяет людей. Он же упомянул чемпионат мира по футболу. Правда, было завидно смотреть, как это все было? Ну, конечно, это же все равно настроение в других городах. Ну, вот Илья Вячеславович сказал, что он готов ответить на этот вопрос, пожалуйста. Ну, хотелось бы чем-то гордиться. Вот понимаете, вот чемпионат мира, раз уж мы его вспомнили, вот хочу напомнить, что поскольку изначально запроса, например, на фан-зоны, ну, в городах, которые не принимали участие в принятии мероприятий Мундиале, не было. Мы же этот вопрос мониторили. То есть, надо ли фан-зоны? Да, в принципе, вот по ресторанам, как-то вот по спорт-кафе люди распределяются, и особых каких-то ожиданий, что городская власть сделает какие-то фан-зоны, не было. Запрос очень резко появился в тот момент, когда наши футболисты начали выигрывать. И стало очевидно, что мы выходим из группы, и стало очевидно, что у нас впереди приоткрываются в кои-то веке какие-то перспективы. И если вы помните, то мы довольно быстро отреагировали, эту фан-зону создали. Буквально за трое суток. За трое суток. То есть, понятно, что, может быть, они были не такие комфортабельные условия, как, допустим, в той же Москве, в Сочи или в Казани. Но в любом случае, люди захотели вместе поболеть. Пожалуйста. Вот, причем их было две, они были совершенно уникально разделены. Там перед большим экраном основная масса собралась, и на здании политеха, вот в сторонке, была совершенно уникальная атмосфера. Туда пришли люди постарше, со стульчиками своими, с какими-то там, я не знаю, компотиками или что покрепче. И вот у них там был такой свой кружок, они там болели. То есть, в принципе, я считаю, что со своей задачей мы именно в этом мероприятии справились. И было очень приятно, потому что я сам лично вот был среди людей, ну, атмосфера, конечно, уникальная, слов нет. Но это футбол, это вид спорта, который по всему миру имеет самые высокие сборы, самые высокие рейтинги с точки зрения вот именно посещаемости и интереса. Если говорить о каких-то там других достижениях, то я могу сказать, что, во-первых, у нас Кировская область, она довольно уникальна тем, что у нас очень много земляков, которые добились самых верхних вообще мировых строчек в своих победах, начиная там от Исаковой в конькобежном спорте до сегодняшних уже реалий. Это Анна Александровна Альминова, которая там тоже собрала огромное количество наград и сегодня является таким мощным драйвером развития легкоатлетики в нашем городе. И я могу сказать, что буквально в ближайшие дни идет речь о том, что мы будем открывать, не побоюсь этого слова, уникальный легкоатлетический комплекс, легкоатлетический манеж, который был построен по программе «Газпром детям». И сегодня это третий в России, если не второй, объект сертифицированный вот этой вот организацией международной легкоатлетической ассоциации. И этот объект, во-первых, может использоваться для тренировочного процесса спортсменов самого высокого уровня. И плюс к этому на этом манеже можно проводить мероприятия тоже самого высокого мирового уровня, вплоть до этапов чемпионата мира. У нас здесь Кирове, понимаете, то есть в принципе эта тема, она развивается, но у нас, понимаете, к большому спорту относятся иногда как к дереву, на котором булки растут. Понимаете, вот спорт высоких достижений, он сам по себе в отрыве от всего остального не бывает. Нам необходимо развивать самую элементарную инфраструктуру, то есть вот условно говоря, там общественники собрались и показали нам пример. Они создали уникальную, опять же, сертифицированную для проведения международных соревнований воркаут-площадку. Это нужно тиражировать обязательно. Парку дворца Пионеров Мемориал. Парку дворца Пионеров Мемориал. Сегодня администрация ведет переговоры с компанией Спортмастер и мы находимся в финальной стадии. Компания Спортмастер готова нашему городу передать 10 воркаут-площадок. Может быть не таких, как в парке Дома Пионеров, но в любом случае это те площадки, на которых молодежь сможет заниматься. Но это вот, так скажем, малая толика. Плюс к этому очевидно, что есть большой запрос на строительство по всему городу хоккейных коробок. И мы этим тоже занимаемся, потому что это очевидно, что это будет место притяжения. Дальше, если вести речь о том, что мы, так скажем, северный край, у нас полгода зима, полгода лета, то есть большой запрос на то, чтобы где-то можно было, по-русски говоря, искупаться. То есть бассейны – это очень востребованная тема. И в каждом микро-районе нашего города, не микро-районе, в каждом районе нашего города мы запланировали строительство минимум четырех таких объектов. Это физкультурно-оздравительные комплексы с бассейнами. Общую сумму сейчас, ну, как это я не вспомню, но это существенная сумма, которая позволит создать серьезные объекты. Опять же, это вот, я говорю, это работа на ближайшие 4-5 лет, чтобы это все сделать, потому что вот вчерашние, например, совещания, на которые были приглашены мамы по детским садикам, вот, к сожалению, вот это вот настроение, я при всем понимании и уважении этих людей, ну, не бывает за один день чего-то. То есть нельзя за один день построить там спортзал, нельзя за один день построить бассейн. То есть нужно понимать, что мы вот на пять лет планируем серьезнейшую работу, чтобы реально и серьезно изменить облик нашего города, чтобы горожане понимали, что мы тем местом, где мы живем, мы можем реально гордиться. Вы заговорили про бассейны, заговорили, в том числе мы упомянули парк, парк у дворца пионеров «Мемориал». У нас есть вопрос от наших коллег, будет ли достроен терраспорт в рамках подготовки к празднованию 650-летию. Огромный недострой в одном из самых больших парков города вряд ли инвестиционно привлекательно, думают они. Опять о деньгах. Ну, почему же? Ну, понимаете, история с терраспортом, она сейчас, как говорится, что старое ворошить, там были какие-то планы свои, были несостоявшиеся, так скажем, надежды. И вот мы имеем то, что имеем, вот этот недострой. Он инвестиционно привлекательный, потому что это объект, который уже запроектирован, это объект, под который есть выделена земля, это объект, который должен быть доделан и в который нужно, необходимо вдохнуть жизнь, чтобы там происходили именно спортивные мероприятия, чтобы люди могли туда ходить для вот спортивно-здоровительных процедур. И сегодня идет, ну, во-первых, это областная земля, но город тоже за этим внимательно следит, и все, что от нас зависит, мы будем содействовать, чтобы эта ситуация как можно быстрее поменялась. Насколько я знаю, сейчас идут переговоры инвесторов с владельцем этого комплекса, и есть обоснованные ожидания, что в ближайшее время там появится то, что и должно было быть. Спортивный объект. Ну вот Ирина Кислухина, начальник управления архитектурой и градостроительства областного Минстроя, подтвердила, что ведется работа, но паблик строем Киров сообщает, что это будет компания «Железно». Возьмется его достраивать, можете как-то подтвердить, опровергнуть или пока еще рано? Ну, я думаю, что пока еще рано. То есть, я думаю, что инвестор сам себя обозначит. Выйдет из тени. Дело не в том, что выйдет из тени, понимаете, привлечение инвестора в любой отрасли, это такой довольно сложный процесс, и поэтому здесь не хотелось бы создавать никакого, скажем, какого-то фона такого позитивного, негативного. Ну, Ирина Анатольевна озвучила это, но, наверное, это так, я не знаю. Да, хорошо. Мы не брали сегодня в тему по 650-летию вопрос новых микрорайонов и требований к девелоперам по развитию территорий. Это отдельная история. Хотелось бы, чтобы на Урбанфоруме тоже была такая секция, потому что мы первые признаки того, что мы в современных трендах движемся, уже видим, но, конечно, очень сильно отстаем. Почему я об этом говорю? Потому что вот все, что мы сейчас с вами излагали, и о чем спрашивают нас слушатели, это и спортивные объекты, и школы, и поликлиники, и чтобы детям было куда, и пожилым было куда. Это как раз вопрос подходов девелоперов к застройкам микрорайонов. Мы видим сейчас в Москве, в Казани и в других городах, и это только в зачаточном состоянии в Кировской области. Или уже есть по этому поводу тоже какие-то планы? Илья Вячеславович, вы их листаете? Ну, я могу сказать, что планы по развитию спортивной инфраструктуры, вот то, о чем, например, говорил Игорь Владимирович о том, что нам необходимо, это вот понимаете, это и спортивная инфраструктура, и социальная, ну, допустим, студенческий кампус. Вот чтобы понимать вообще масштаб затрат и масштаб, какую работу необходимо провести, мы взяли модель, ну, понимаете, ничего зазорного нет в том, чтобы у соседей посмотреть. Татарстан сначала к университете был построен университетский городок, то есть это была база, куда пребывали, где жили и тренировали спортсмены, а потом этот городок был передан целиком к ФУ, Казановскому федеральному университету. Как раз вот количество мест для размещения студентов, примерно вот то, о чем как раз говорили с Игорь Владимировичем. Вот, собственно, вот если говорить об этом, а там, как раз, на территории есть и спортивные залы, и бассейны, и все остальное. То есть задача такая поставлена? Задача такая поставлена, вопрос просто, в какую программу сейчас можем войти, чтобы это состоялось, чтобы это не осталось какой-то прекрасной мечтой на бумаге, а чтобы это было сделано. Пусть это будет там не 56 гектаров, пусть это будет половина, пусть это будет там не для 12 тысяч студентов, а там для пяти, но в любом случае это будет серьезнейший прорыв в обустройстве проживания молодых людей. А на старте закладываются очень многие базовые вещи, мировоззрение меняется у людей. Когда вот люди попадают в такие истории, в такие вот места, где они проходят обучение, и лучшие годы своей жизни они вот именно так и в таком окружении проводят, воспитываются совершенно другие граждане. Я Шульгин, глава администрации города Кирова в программе «Урбан» на волнах нашей радиостанции. Мы продолжим информировать, естественно, обо всех проектах, которые разрабатывает город и в преддверии празднования юбилея, и в текущей своей деятельности в программе «Урбан» два раза в месяц по средам с 11 до 12.45. И сейчас мы прощаемся. Дарья Топузлеева, Светлана Занько, Илья Шульгин. Всего вам доброго. Я вернусь через 20 минут в программе «Особое мнение», и у меня будет Сергей Мамаев. «Урбан» – программа о городских проектах.